Сегодня мы продолжим говорить о моём учебнике Учите русский уровень А1. В прошлый раз я вам рассказывала про свои сомнения в том, вводить или не вводить конструкцию с местоимением тот и который, типа книга, которая на столе мне нужна, ну и так далее. Не могу сказать, что я этот вопрос полностью решила для себя, но всё ещё думаю. Сегодня мы поговорим о том, как построен грамматический материал в уроке 4, какая тема тут, и про логику подачи материала. Урок 4 называется «Профессии». И в этом уроке из грамматики вводится как новый материал, так и продолжается речь о старом. И вы, наверное, уже поняли, что принцип такой мы строим новое на старом фундаменте. Старый фундамент из прежних уроков был какой? Это был родительный падеж существительных и личных местоимений, дательный падеж, с которым они познакомились. И сейчас в этом уроке будет продолжение, повторение этих двух падежей. Новый падеж не вводится пока, но вводится некоторая теория о глаголах. И также вводятся неправильные глаголы или глаголы, которые вне классов, это «идти», «дать» и «есть». Вот об этом мы сегодня и поговорим. Что касается продолжения разговора о дательном падеже. Здесь, помните, как раз я вспомнила сейчас в начале, мне нужна книга, которая лежит на столе. Значит, нужна дательный падеж, нужна и подлежащая в конце. Нужно что? И вот это что или кто управляет и согласовывается, конгруируется с предикатом. Нужно читать, нужно думать с инфинитивом, если то нужно в среднем роде. И здесь, когда у нас есть уже вот эта конструкция «мне нужна», мне нужна читать, мне нужна книга, особенно «мне нужно читать», здесь очень удобно её продолжать развивать, это дательный падеж, и вводить конструкции с категориями состояния. Ну, когда я говорю о категории состояния, имею в виду то, что сильно похоже на наречие, и что академик Виноградов назвал категории состояния, в силу того, что наречия не совсем наречия, а управляют дательным падежом. «Мне можно», «тебе нельзя» и «надо». Вот эти три таких слова, которые похожи на наречие, но являются категориями состояния, вот о них удобно говорить здесь, в этом уроке. Причём, когда я сюда ввожу вот эти слова, то я даю всю парадигму этих конструкций, что я имею в виду. Я даю и в настоящем времени, и в прошедшем времени, и в будущем времени. Но в прошедшем времени сразу становится очень понятно, что глагол в прошедшем времени должен быть в единственном числе среднего рода. В будущем времени – единственное число. Значит, если мы возьмём, например, «мне надо читать», «мне надо было читать», «мне надо будет читать», вот, и это мы отрабатываем здесь. Но то же самое с «можно» и «нельзя». В этом уроке, кроме того, я начинаю говорить о классах глагола. А для того, чтобы говорить о классах глагола, вот, к сожалению, у меня сегодня техническая проблема. Я должна была вам сказать вначале, я думаю, что никто уже не ожидает от меня того, что я буду в прямом эфире ровно в 9 часов по норвежскому времени. Я всё ещё надеюсь это как-то осуществить, но вот у меня не получается. И сегодня не получилось даже не потому, что я там забыла нажать на кнопку, что это для всех, но просто у меня с прямым эфиром сегодня проблемы. И поэтому та таблица, которую я заготовила для прямого эфира, которую я вывела на экран, я вынуждена буду просто показывать её, и вам ничего не будет видно. Но очень надеюсь, что я разберусь с этой проблемой к следующему вторнику и начну вам показывать на экране то, о чём я собираюсь сегодня рассказать. Значит, для того, чтобы вообще говорить о классах глаголов, я показываю вот такую таблицу, составленную. Вот вы можете посмотреть её вот так. Я понимаю, что это тяжело сейчас её воспринимать, но не так тяжело увидеть, что в этой таблице два цвета. Значит, у нас зелёный, видите, да, и жёлтый. В основном вот это вот все классы, всего их 16, некоторые из них разделены на подклассы. Значит, здесь что? Жёлтый цвет говорит о том, что класс находится в поле первого спряжения, того спряжения, где тематический соединительный гласный Е, и зелёные – это те два класса, которые относятся к спряжению 2, где тематический соединительный гласный И. Ну, вот, я уже ввела много терминов. Давайте я расскажу поподробнее о том, что я тут начала о чём говорить. Значит, вот, когда мы говорим о классах глаголов, то здесь важно, чтобы народ усвоил, что такое инфинитив, что такое показатель инфинитива, и что такое основа инфинитива. Это такая очень важная вещь, которую я начинаю объяснять вот в этом уроке. И я объясняю, что есть... Да, ну, чтобы было всё понятно, что я говорю, значит, на примерах, если у нас есть глаголы читать, писать, говорить, делать, то инфинитив, он имеет такой показатель, который показывает очень просто и легко указывать на то, что это может быть инфинитив с большой долей вероятности. То есть это суффикс инфинитива или показатель инфинитива. Это у нас три таких варианта инфинитива. Это и мягкий знак, чей мягкий знак, помочь, мочь, да, и идти, идти, найти, ну, такого рода слова вести. И здесь я обычно говорю своим норвежцам, если бывают англичане и немцы, то им тоже, потому что у них показатель вот этого инфинитива, он отделён от инфинитива и находится в начале. Ну, все знают по-английски to read, да, но это to, оно находится в начале и пишется отдельно, то же самое, извините, то же самое в норвежском языке, о, и в шведском от, и в немецком цу. В принципе, все вот эти вот показатели инфинитива, они имеют одно и то же происхождение, включая наши русские течи и течи. Только вот в нашем русском языке мы пишем этот показатель в конце, и в грамматиках его обычно называют суффикс инфинитива. Так вот, для того, чтобы понять и как бы упростить, ну, понятно, что не усложнив объяснение упростить, ничего невозможно, это многие уже давно заметили. Так вот, упростить путь и понимание к правильному спряжению глаголов, для этого я несколько усложняю объяснительный процесс и ввожу вот все вот эти вот вещи, о которых я начала говорить. Значит, они должны усвоить, что такое инфинитив, что такое суффикс инфинитива или показатель инфинитива, и что такое основа инфинитива. И это очень важно, потому что от основы инфинитива мы можем образовать основу настоящего времени, к которой уже потом присоединяем мы тематические гласные и окончания, и основа прошедшего времени. Ну, что касается основы прошедшего времени, то для подавляющего большинства всех русских глаголов она совпадает с основой инфинитива. Поэтому нет большой ошибки в том, что... Ну, мне это не очень нравится, но тем не менее можно хорошо попасть в цель, говоря, что основы инфинитива и... То есть прошедшее время образуется от основы инфинитива. Так написано в большинстве, ну, по крайней мере, во всех тех учебниках, которые встречались мне, для иностранцев. Это неверно, но в этом... При такой формулировке в цель попадают, ну, с большой долей вероятности. Там у нас отклонение в седьмом классе, где грести, да, у нас вовсе даже не грез и не гресла, а греб, да, и гребла. То есть там совсем особая основа прошедшего времени. Ну, это так, в скобках я замечу. А в принципе, а вот основа... Ну, в принципе, вот без этого... Без этой информации о том, что основы инфинитива и основы прошедшего времени, это не совсем одно и то же. И просто они совпадают для большинства глаголов. Ну, так вот, вот эта информация, как я вам сказала, без неё можно какое-то время прожить. Ну, вот я не скрываю её, я говорю об этом сразу и отражаю её в своей таблице. А вот насчёт основы настоящего времени, тут без этого, мне кажется, обойтись просто нельзя. И когда без этого обходится, то мне представляется не совсем... Ну, в какой-то степени, можно сказать, даже оказывают услугу медвежью своим студентам. Я пытаюсь этого избежать, и для этого я уже, начиная вот с четвёртого урока, рассказываю про классы глаголов. Я сейчас стала говорить об этом и поняла, что мне придётся потратить сегодня какое-то время на объяснение вот этого и каким именно манером я это делаю. Значит, в своё время, когда ещё я общалась с ныне покойной Ниной Николаевной Беляковой, я познакомилась с её системой подхода к этим классам глаголов. И мне многое очень в этой системе понравилось. Я об этом много думала, я общалась с ней ещё при её жизни. И пришла, в общем-то, к тому, что я немножко больше вернусь к источнику, из которого она черпала это всё, то есть к грамматическому словарю Залезняка. И с другой стороны сделаю немножко на свой манер, так как это подходит мне. В результате у меня получилась вот такая вот таблица. И я вам о таблице об этой очень подробно расскажу в следующий раз, когда я надеюсь исправить то, что у меня сейчас все технические неполадки с прямым эфиром. Ну а сейчас просто расскажу то, о чём здесь у меня вот в этом уроке. Значит, я вернусь ещё раз к началу. То есть, что важно обозначить, что такое инфинитив, что такое суффикс инфинитива и что такое основа инфинитива. Основа инфинитива – это инфинитив минус суффикс инфинитива. И вот берем эту основу инфинитива, ее очень легко получить, потому что в словаре всегда инфинитив. И когда они выучивают, что такое суффикс инфинитива и как получить основу инфинитива, то, в общем-то, у вас все готово. Теперь берем эту основу инфинитива и смотрим, как от нее образуется настоящее время. И вот то правило, по которому эта основа настоящего времени образуется от основы инфинитива, вот это правило и лежит в основе деления всех глаголов на классы. Классов всего 16. Вот в этом учебнике, в котором я ввожу само понятие классов глаголов, в этом уроке я говорю только о классе первом. Но это такой один из самых больших классов. У нас первый, второй, третий, четвертый – это большие классы. И самый большой – это первый и второй. Так вот, здесь, в этом уроке речь только о классе первом. И что мы дальше говорим? Значит, что мы видим? Мы берем основу инфинитива. И правило у нас какое? К основе инфинитива нужно прибавить «и», букву «и». Что мы и делаем? Если мы возьмем глагол «читать», отделяем от него основу инфинитива, получаем «чита», прибавляем «и», получаем «читай». И вот к этой основе мы теперь прибавляем окончание. Окончание я беру без соединительной гласной. Потому что, как во всех учебниках мне попадавшихся, окончаниями глаголов называются «у» или «рю», «ю», «еш» или «иш». Ну и так далее. Вы поняли, о чём я говорю? Я этого не делаю. Я говорю, что окончание следующее. В первом лице единственного числа «у», во втором лице «ш», мягкий знак, в третьем лице единственного числа «т», во множественном числе окончание «м», «м», в первом лице. Во втором лице множественного числа окончание «т», и в третьем лице множественного числа окончание «т». И мы видим уже из того, что я сказала, что и в третьем лице единственного числа, и в третьем лице множественного числа окончание Т. Их надо каким-то образом развести. Значит, здесь что получается? Дальше мы смотрим. Все окончания, которые я перечислила, за исключением первого лица единственного числа, начинаются с согласного. Основа, которая у нас получилась с помощью правила, тоже заканчивается на согласный Е. Таким образом, то окончание, которое у нас в первом лице, окончание У, мы его прибавляем к этой основе и получаем ЧИТАЮ. В русском языке есть буква для обозначения ЕУ, лигатура Ю. Вот ЕЮ-то мы и пишем там в первом лице единственного числа. Но помнят студенты, что эта лигатура, она разделяет или она соединяет, если хотите, в себе основу, конечные основы и окончание. Мне представляется это очень удобным, потому что вам намного легче будет говорить и о втором споряжении, и обо многом-многом другом. Дальше, потом, когда вы будете вводить причастие, вам это всё тоже пригодится. Так вот, возвращаемся. Значит, у нас все окончания, кроме окончания первого лица единственного числа, все они начинаются с согласного или являются согласным. Ну, я имею в виду третье лицо обоих чисел и первое лицо множественного числа. Для того, чтобы соединить согласный с согласным, нужна прокладка, то есть тематический гласный или соединительный гласный. Для всех классов, которые находятся в этом жёлтом поле, в моей таблице, посоединительное гласное Е, или, говоря грамматическим языком, первое споряжение. Таким образом, мы вводим эту гласную, там, где у нас нужно соединить Е со следующим согласным, и получаем, читаешь, и опять же, Е – это что такое? Это у нас лигатура, да, которая, они помнят из фонетики с первого курса, что Е и Э – это и есть Е. И то же самое получается, что и в смысле, и что и в отношении первого лица с Ю, лигатура соединяет в себе или разделяет, если хотите, основу и окончание. В смысле, основу и соединительный гласный в данном случае. Значит, читаешь, читаешь, дальше читает, читаем, читаете, чита и что. И дальше у нас мы помним, что в третьем лице единственное множественное число окончание одно и то же – Т. Но соединительные гласные разные. Значит, если в третьем лице единственного числа соединительный гласный Е, то есть такое же, как и было в других лицах, а вот в третьем лице множественного числа там соединительный гласный тот же самый, который был окончанием в первом лице – У. И получается читают. Таким образом, мы получили инструмент для спряжения глаголов первого класса. И здесь на это я им даю упражнения. Они ужасно любят делать эти упражнения, потому что здесь такая механическая и немножко умственная работа. Кроме того, я им об этом классе рассказываю, и здесь в этой таблице у меня обозначено, про ударение. Ударение – чрезвычайно важная вещь. Ударение поставишь не туда, и смысл может поменяться совершенно. И ударение в русском языке – это такая штука непростая. Но есть моменты, где с ударением просто, и можно ввести правила. И вот для первого класса с ударением всё обстоит очень просто, потому что ударение остаётся там, во всех формах спрягаемых, где оно было в инфинитиве. И оно у нас в инфинитиве на основе. Ну, потому что инфинитивный суффикс, он-то без классного, он всего-то на всего-то, мягкий знак, тут никаких вариантов не может быть. Естественно, у нас всегда ударение на основе. И вот там, где оно и было на основе, там мы его и сохраняем во всех формах. Студенты просто счастливы от такой информации, всё легко и просто. Вот это всё, что в данном уроке, в уроке 4, написано о классе первом глаголах. И какие глаголы я сюда им... я им даю. Ну, в этом уроке, помните, вначале я сказала, что урок про профессии, и поэтому здесь очень удобны такие глаголы, как работать, читать, думать, уметь, изучать, понимать. Ну, вот они тут есть. Кроме того, сюда же я, здесь же в этом уроке, я даю и такие глаголы, которые про еду, да, завтракать, обедать, ужинать. Вот, тут они тоже все есть. Ну, и когда поработал, сделал, делал, гуляй смело, глагол гулять тоже сюда же включается. Вот, и, значит, это вот всё, что касается первого класса глаголов. Дальше, в этом же уроке, поскольку с первым классом всё просто и легко, я даю им два, два, нет, целых три, целых три. Но я сказала два не случайно. Объясню. Ну, короче, три неправильных глагола. То есть тех глаголов, которые, как правило, в русском языке не обозначают слово неправильное, а просто они вне классов. Их надо запоминать. Почему я так долго повторяла числительные два? Это потому, что глаголы есть, ну, в смысле, есть, кушать, да, есть и дать, они совершенно особняком в русском языке находятся, потому, что они сохранили индоевропейское «м» окончание в первом лице единственного числа. То есть «я ем», да, и «я дам». Вот. Это только два глагола во всём русском языке, и эти глаголы очень важны, и они требуются от студентов, и чтобы студенты овладели этими формами уже на этом уровне. То есть глаголы очень важны. Ну, вот я их тут так и даю, парадигму даю, и объясняю, в чём тут фишка, то есть что тут такое отличается от всех других глаголов. Ну, вот это удобно делать сейчас, когда я им объяснила про окончание глаголов в других. И, опять же, удобно то, что я отделила окончание глаголов от соединительных гласных. И могу говорить обо всех классах, обо всех, и о первом, и о втором споряжении вкупе, когда я объясняю, что в глаголах есть и дать, у нас совершенно особенное окончание М в первом лице единственного числа. Я ем, я дам. Вот. И дальше, когда я говорю про Е, что я говорю, или дашь, да, то мне совсем не нужно говорить, что тут какое-то особенное окончание, и не Еш, и не Иш, а просто Ш. Оно и Ш везде. И оно здесь совершенно на своём месте. Единственное, о чём я говорю, что тут соединительные гласные не требуются, потому что основа Е, она единственной буквой, и кончается всё на гласную, поэтому так вот эти окончания, которые у нас есть, которые на согласном, мы их так и присоединяем. Но глагол-то, глагол-то эти, они не регулярные, они неправильные, поэтому тут есть масса таких деталей, о которых особенно можно и нужно говорить. в третьем лице единственного числа и в глаголе ДАТЬ, и в глаголе ЕСТЬ, окончание вовсе не Т, а в единственном числе окончание СТ, да, он ЕСТ, и он ДАСТ. И что касается множественного числа, то оба глагола, и ЕСТЬ, и ДАТЬ, они удлиняют основу. То есть если у нас была основа Е в глаголе ЕСТЬ в единственном числе, то во внушенном числе основа удлинилась, и вовсе даже не Е, а ЕД. А раз ЕД, то есть получился у нас согласный в конце основы, то появилась необходимость вводить соединительный гласный. И соединительный гласный и УЕСТЬ, и УДАТЬ, а соединительный гласный И, то есть тот, который характерен для второго споряжения, о котором я еще вовсе даже и не говорила здесь. Но уже ввела этот И, он уже им ясен и уже понятен. Значит, во внушенном числе получаем ЕДИ, да, М, обочины совершенно окончания, никаких отклонений. ЕДИТЕ, тоже окончание без отклонений, ТЕ, и, наконец, ЕДЯТ, и здесь, поскольку согласная-то она, И, да, тематическая, соединительная, и, в принципе, это все можно было бы отнести ко второму склонению, не будь у нас таких проблем с единственным числом. Здесь мы сейчас, на этом этапе, когда мы говорим о неправильном глаголе, мы говорим, что при гласной соединительной И у нас окончание в третьем, соединительная гласная в третьем лице множного числа вовсе не У, как это было в первом классе, а А, ЕДЯТ. Ну и на письме это будет Я, просто потому что Д у нас здесь мягкий, да, ЕДИМ, ЕДЯТ, ЕДИТЕ, ЕДИТЕ, ЕДЯТ, конечно. Вот то, что я говорю о глаголе ЕСТЬ, про настоящее время. Тут же я даю и прошедшее время. Здесь основа, опять же, основа какая? ЕСТЬ, да, основа вовсе даже не инфинитивная, потому что если мы отделим от глаголя ЕСТЬ инфинитивный суффикс ТИ, то у нас вовсе не получится Е, у нас получится ЕС. А вот в прошедшем времени основа не ЕС, основа Е, такая же, как она была в единственном числе настоящего времени. И вот к этой основе Е мы прибавляем суффикс прошедшего времени, ЕЛ, ну и дальше склоняем все, как у всех других глаголов, ЕЛ, ЕЛА, ЕЛА, ЕЛИ, ЕЛА. Вот, ну и здесь же я им даю также и императив ЕШЬ, ЕШЬТЕ, который сильно, который совпадает по форме с настоящим временем, да, ЕШЬ, и пишется также с мягким знаком на конце, и ЕШЬТЕ. Вот, это я тоже все объясняю. И дальше пару слов о глаголе ДАТЬ. Ну вот я уже начала о нем говорить в связи с ЕСТЬ, то есть здесь второй уникальный глагол в русском языке, где в первом лице окончания, в первом лице единственного числа окончания М и ДАМ, а не О, как у первого класса было. основа ДА, основа совпадает с инфинитивной, ДАТЬ, да, была основа инфинитива ДА, и основа в настоящее время тоже ДА, ну, по крайней мере, в единственном числе. Ну и окончания, кроме первого лица, все, значит, все такие же, как мы выучили для первого класса, но за исключением, вот, как уже было сказано много раз, первого лица и единственного числа, и третьего лица единственного числа. Там такое же окончание, как было в глаголе ЕСТЬ, то есть ЭСТЕ, то есть он даст, она даст, оно даст. Во множественном числе происходит удвоение Д, или расширение основы, как хотите, удлинение, то есть здесь основа не ДА, а ДАДЬ, с мягким Д, и соединительное гласное И, так же, как это было в случае ЕСТЬ, и, соответственно, нет, совсем даже не соответственно, а несмотря на эту соединительную гласную И, в третьем лице множественного числа соединительное гласное У дадут. И ударение здесь, ударение здесь на соединительный гласный, ДАДИМ, ДАДЕТИ, ДАДУТ. Вот, это вот всё, что было нужно сказать о настоящем времени глагола ДАТЬ. Вот оно в книжке тут есть. И дальше императив, очень интересный. Императив у нас такой же, как в глаголе. Императив у нас такой, как будто бы мы создавали основу для первого класса. ДАЙ, да, с присоединением согласного И. Ну и множественного числа ДАТЬ. Вот и всё. А, да, теперь, значит, что касается прошедшего времени, то здесь всё так же, как это было в глаголе ЕСТЬ, то есть основа инфинитива совпала с основой прошедшего времени. Ну и всё по правилу, да, ДАЛ, ДАЛА, ДАЛО, ДАЛИ. Извините. Вот это то, что касалось... Да, кстати, и здесь же, в этом же уроке, и на примере этих же глаголов, я говорю, начинаю разговор, такой пока ещё не очень серьёзный, не очень долгий, но чуть-чуть говорю о том, что... Начинаю про аспект говорить, да, что вот этот глагол ДАТЬ, он перфективный глагол, и то, что мы называем... то, что мы там вводим окончание настоящего времени в этом глаголе, не означает, что эти формы обозначают настоящее время, эти формы обозначают будущее время. Вот пока что я только это говорю. Про аспект будет дальше больше, но постепенно, так полегоньку-потихоньку говорю уже здесь. И ещё один неправильный глагол внеклассовый, сюда же включён мной в этот же урок, это глагол ИТИ. Это важный глагол, глагол ДВИЖЕНИЯ. Вот это уже начало очень такого трудного тернистого пути, на котором изучаются глаголы ДВИЖЕНИЯ и всю оставшуюся жизнь студента. Ну вот здесь первый глагол. Пока что только формально. Вот мы смотрим, что здесь суффикс инфинитива ТИ, основы инфинитива ИД, и относятся все... Да, значит, посоединительное гласное Е, но она ударная. И когда ударное Е, то, конечно же, это Ё. Таким образом, я иду, но ты идёшь, он идёт, мы идём, вы идёте, они идут. Ну, окончания все, они вполне такие же, какие были выучены на этапе обучения «Будешь», да, там, где мы говорили о глаголе «Будь» давно-давно в первом уроке. И вот они все такие же и здесь тоже. Да, ну вот это вот всё, что касалось этого глагола. И он был бы... Его можно было бы вполне отнести к глаголам первого спряжения и вообще определить его в какой-нибудь класс, но мешает прошедшее время. Потому что прошедшее время образуется и вовсе даже совсем, даже от другого корня. Это вообще образуется от суффикса причастия прошедшего времени, да? Прошедший, шедший, ш. Шёл, шла, шло, шли. Тут вообще у нас основа «ш». И соединительный глас на Ё получается в мужском роде. И дальше она убегает. Беглый глас на Ё, да, который тут был. Вот, шла, шла, шло, шли. То есть, короче, здесь всё очень неправильно с точки зрения, никаких правил. В общем, это всё надо запоминать, зазубривать. Вот это всё, что написано о глаголе «идти» в этом уроке. Очень удобно в связи с этим глаголом вводить вопросительное слово «куда» и ответ на речи «сюда» или «туда», на речи «место». Да, куда ты идёшь? Я иду туда, иди сюда, да? Ну вот такого, да. И, конечно, да, я забыла сказать, что императив этого глагола «идти» тоже здесь в этом уроке. Иди, идите, да. Вот, это и всё, что я хотела рассказать, и вообще всё, что есть о грамматике в этом уроке. Ну, я опустила то, что здесь написано про наречия. Я сказала то только про категорию состояния, да, вот те слова, которые с дательным падежом конструкции составляют, типа «мне можно, мне нельзя», «мне хорошо, мне плохо», «интересно», «нужно, надо». Но я здесь же ещё и начинаю разговор про наречия и про то, как их отделять от прилагательных. Вы знаете, что во всех... Там, где у вас студент-носитель аналитических языков, там везде эта проблема стоит. И отделить по-русски от русски в общем-то довольно тяжело, если не объяснять, что существуют наречия, существуют прилагательные. И как они выглядят. Для норвежского языка всё очень так здорово получается. Ну, во многих случаях очень хорошо можно сказать, что очень часто наречия в русском и в норвежском языке представляют собой застывшую форму среднего рода кратких прилагательных. Да, ну, там и «нужно», там с «о», и «хорошо», «о». По-норвежски там, где у нас «о», «т», «гот», «хорошо», «раст», «быстро». Вот эта самая норвежская «т», когда она обозначает либо средний род прилагательного, либо наречия, она очень хорошо объясняется и соответствует чисто формально русскому способу образования. Только в русском это гласный «о», а в норвежском «т». Другие с другими языками, там не так всё просто, но во всяком случае, для скандинавских это вот так. И здесь, когда мы говорим про наречия, мы говорим, что это такая часть речи, которая употребляется при глаголах и определяет глагольное действие, описывает с какой-то стороны. Это они очень всё хорошо знают и легко это понимают. И что касается разницы между наречиями и прилагательными, то прилагательные описывают существительные. Это я всё даже не говорю, это всё у них спрашиваю, они мне сами всё это говорят. Ну, по-норвежски, конечно, но в принципе они это знают. Вот, поэтому тут проблем нет, проблемы в практике, конечно же, как всегда. Вот на практике нужно их научить смотреть в конец слова и определять формально, как это слово выглядит и на что оно больше похоже. Ну и, соответственно, во фразе сначала в предложении искать связи. С чем это слово связано в предложении? Хорошо поел или задание хорошо. Хорошие, конечно, задание хорошо. Этому мы не обучаем, но мне хорошо, например, в отличие от она хороша или погода хороша. Ну вот, и это, пожалуй, и всё, что я хотела сказать сегодня. Ещё раз приношу свои извинения в связи с тем, что и вовремя не начала и не смогла сделать прямой эфир. Вот такие сегодня не очень радужные дела. Ну, я с этим столкнулась уже совсем прям, когда хотела, думала, что у меня там всё готово, и только нажать на кнопку, но так случилось. Ну, хорошо, я на этом заканчиваю. Следующая лекция в следующий вторник. Хочу сделать небольшое объявление в конце, если кто-то вообще до конца дослушал эту лекцию. Значит, ну, первое объявление обычное, что я уже сказала, что следующая лекция в следующий вторник. Очень надеюсь, что мне удастся её провести, ну, если не ровно в 9, то хотя бы в 10 минут 10 и в прямом эфире, и с показом таблицы. А второе объявление касается совсем другого. Вчера я, наконец, начала новый проект, новую программу на своём канале, который называется «В гостях у Зои», куда я уже пригласила, вчера была первая передача, и собираюсь приглашать в дальнейшем своих студентов и как-то их тормошить и давать им возможность поговорить по-русски. Но изначально и пока что на данном этапе это программа для тех, кто в первую очередь для тех, кто будет сдавать экзамен первого уровня, то есть даже не первого, а элементарного уровня, первого в смысле во всей этой системе первого, а так элементарного уровня, где в себе в основном экзамене нужно будет ответить на какие-то там предложенные тестером пять вопросов без подготовки и опять же без подготовки начать в пяти ситуациях разговор. Вот к этому я их готовлю, и вчера у нас был первый опыт с одной моей студенткой, которая правда не будет сдавать элементарный, а будет сдавать базовый уровень. Элементарный она уже сдала, но поэтому она говорит немножко больше, чем ожидается от студентов, которые готовятся к элементарному уровню. Но просто мы задали вчера, задали такой тон, посмотрим, что у нас будет получаться дальше. Но я всех, кто меня слушает здесь и сейчас, и кому это интересно, вот эта тема, как в условиях вне России и развивать у студентов вот эту способность говорить, что можно для этого делать, вот это мой вклад в этот дебат, в эти проблемы, в решение, вернее, этих проблем, способа. Это вот эта моя программа. Поэтому я приглашаю всех, кому интересно, заходите на мой канал и посмотрите. Она очень коротенькая, эта передачка всего, 7 минут, кажется, передачу с моей студенткой. Ну вот и все, что я хотела сказать сегодня. Хорошего вам всем дня, до свидания и до встречи в следующий вторник. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok